Дорогие друзья, интересный баянчик такой, давно не делал баян Восток. Вообще прикольный инструмент, тадалаги, конгур, терка, ну и подобные инструменты. Сейчас я вам продемонстрирую вот в каком состоянии данный инструмент. Сейчас будет постапокалипсис, короче, это киберпанк, Безумный Макс 5. Такой матросский танец покойников. Это смыглянка у нас, а это матросский танец. Матросский танец из преисподней. Это танец моряков, которые с Японии возили распилы. Вот, на автомобиле. Они туда попадаются. Вот, вы слышите очень плохое звучание. То, что слышу я как мастер. Я слышу, что баян очень-очень звонкий, несмотря на его расстрой. Понятно, там вся лайка посыпалась. Снаружи очень неплохо сохранился. Не на пятерку, вот как редко, но случайно на пятерку, но на хорошую четверочку сохранность. Прям на хорошую. То есть, его не изматывали. Но его, видать, очень плохо хранили. Возможно, в одном положении. Вся лайка, скорее всего, там упала. Вот. Клапана не кроют. Понятно. Нам просто нужно сделать хороший капитальный ремонт. Отремонтировать резонаторы, деки, поменять клапана, отрегулировать механику, поменять залоги, привести все в порядок, перевосковать и в конце настроить. Заменить вот эти вонючие ремни. И вот, ну, тут плечевые я уже выкинул, вот, остался левый. И будет чудесный, классный, звонкий баян. Это я гарантирую. Ремонтируем. Уважаемые зрители, ну, что подробно там снимать, понятно. Просто покажу состояние, почему ничего не звучит. Вот. Видите, голоса поотваливались, воск пересох со временем. Голоса не ржавые. Тут легкий налет есть на крупных, небольшой на кончиках. Это вообще никакой роли не играет. И вообще не слушайте никого, что какая-то там небольшая, небольшая, вот, легкая, легкий налет ржавчины, где-то даже есть такой слегка, если что, он прямо, капец, прям критично так, все это фигня. Для профессиональных баянов, ну, кто-то говорит, да, я не знаю, играл всю жизнь на этих баянах с налетом ржавчины и пятерях, все нормально было. Не придавайте значения. Лучше, конечно, наверное, чтобы его не было чисто эстетически, но так оно сильно не влияет ни на звук, ни на что. Понятно, если ржавые голоса сильно туда, это конец. Ну, вот, ну, как конец. И, кстати, и так можно настраивать и играть, но единственное будет, конечно, стройплыть и так далее. Вот здесь что у нас, понятно, все залоги под замену, я даже не буду вообще ничего оставлять, просто поменяю. Резонатор пока не знаю в каком состоянии, вроде целенький, таких сломов нет, видите, даже он затерялись где-то в корпусе, вывалились. Это говорит о том, что гвоздики вообще никакой, в принципе, роли для удержания голоса не играют, достаточно нормального воска. Ну, вот, ну, что, меняем все, делаем, ремонтируем. Ох, такие крамольные вещи сказал, сейчас начнется ругань, срач такая. Ну, я говорю как есть, по своему опыту, короче, чтобы, ну, чтобы понятно было. Дорогие друзья, Восток, короче, соврал я вам, ржавое все сильно здесь, все сильно ржавое. Ну, хорошо, у меня доноров много. Баян Мелодия Тульский, голоса по размерам одинаковые, вот, сравнил, вот они чистые, без ржавчины, все, полчаса. Баян Восток будет у нас играть на Восток-Кировский, если не ошибаюсь, может, ошибаюсь, будет играть на Тульских голосах. Ну, ничего, тоже голоса хорошие, у Баяна Мелодии недавно ремонтировал, выкладывал, отличный Баян, классно звучит. Басовая, кстати, с басовой стороной, кстати, получше дела, ну, посмотрим, буду разбирать, в принципе, у меня и басовые есть. Там они, ничего, ну, правую все, короче, под замену. Так, вон, положу на доноры, бывает, где-то там, какой-то голос один нужен, можно очистить, там, привести в порядок. Но все менять, это безумие, конечно. Но, я имею в виду, все вычищать, сидеть не буду. Дорогие друзья, хотелось бы вот кое-что интересное показать. Два Баяна, получается, да, смотрите, один, получается, у нас Тульской фабрики, да, а второй, какой там, этот, у нас, получается, Восток, это что за фабрика? Ганинская фабрика, во, Ганинская. Не знаю, где это, что это, но была фабрика. Кстати, много Баянов от Ганинских фабрик, и дофига. Но, в любом случае, я думаю, что Тульских больше. Значит, что, голоса, получается, у нас идентичные, вообще, вообще идентичные. Но залоги на Тульской лучше. То есть, видать, какая-то технология обработки, проклейки качественная, потому что они все, вот сколько, примерно одного возраста Баяна, здесь все залоги, они такие непересушенные, легкие, в ту же очередь такие вязкие, но так, как надо. То есть, они прикрывают хорошо все. Вот я очень немного залогов убрал, то есть, ну, не знаю, ну, штук 50 я убрал залогов, и все там. Это вот правая, допустим, и вот аккордовая планка. По резонаторам. Вот резонаторы, вот Тульский резонатор, да, традиционно, у него вот отвалена подошва. Здесь все намертво, причем вот три резонатора голосовых с правой, все то же самое, отваливается подошва. Вот, что на терках, что на Баянах мелодия, Тульских имею в виду мелодия, не Кировский, а Тульский. Все одинаково отламывается подошва. Здесь же, вот на Ганинской фабрике, намертво сидит, потому что на ПВА. Вот я вижу, ну, сколько мне кажется, это ПВА, похоже на ПВА. Современный ПВА немножко по-другому видит, ну, тут как-то вот какое-то с потемнением, но это ПВА. Все намертво сидит, но здесь нюанс. Тульская планка, она, понимаете, она как-то, как-то, как вам сказать, изящнее, что ли, сделанное, и дерево получше. Оно легенькое такое, понимаете, легкое. А вот Ганинская планка, она такая увесистая, то есть, знаете, такой, как крупный помол такой, да, вот. Хотя и тут, и тут ель. Ну, вот я не могу понять, в чем причина. И вот, допустим, розетка резонаторов, ну, здесь тройка, здесь три с половиной, может, ну, немножко чуть-чуть толще. Ну, не она влияет на звук. Я вот смотрю сюда и вижу, что выборка, получается, фрезирование, да, здесь идет меньше глубина, чем на Тульской фабрике. Вот больше дерева убрано, скорее всего, по видимости, скорее всего, видимо, по этой причине. Получается технология изготовления планок одинаковая. У нас идет, получается, фрезирование. Здесь у нас идет, здесь у нас идет вклеивание, на аккордовой палке идет фрезерование. То есть, просто вот фрезером убрали, да, вот по размеру, и все, тут потом верхушку вклеили, не знаю, как она называется, не имеет значения. И вот эту вот розетку, подошву, и все. Короче, интересно, что вот одни и те же, одна и та же, грубо говоря, технология, грубо говоря, но разница все-таки есть. Разница все-таки есть. Я переживал, что голоса там будут другие, потому что мне вот Баян Восток нравится, он очень звонкий. Нет, оказалось, голоса абсолютно идентичные, что меня порадовало. Единственное, на Баяне Востоке он идет с разливом, а здесь у нас получается чистый строй. Но это и лучше, чистый строй мы и оставим. Залоги поменяю, я все перевоскую, то есть голоса точь-в-точь. И басовые голоса, то есть полностью идентичные. Это очень хорошо, потому что я думал, что на басах нет ржавчины, а все вот, получается, где клепка. Где-то видно. Вот, где клепка, везде ржавчина. Все, конечно, будет очень плохо строить. Настроить можно, отремонтировать можно, но лучше, если есть возможность. Тем более у меня там уже на том Баяне и Меха, я оттуда взял с донора и Гриф взял. Вот он стоит, просто получается, вот левая механика и голоса. Ну куда их использовать, их не выкидывать же, тем более голоса там прикольные стоят. Они нормальные, пойдет. Далеко не самые плохие, скажем так. Ну что ж, будем и басовую сейчас планку перекидывать полностью и так далее. Здесь она, кстати, сменная на востоке, что вот удобно для заливки. А на мелодии тульской она получается вклеенная. Ну, в принципе, мне без разницы, что тут делать, что эту. В общем-то, я из корпуса управляюсь примерно одинаково. Ну, немножко менее удобно, ничего страшного. Короче, ремонтируем дальше. Так, дорогие друзья, ну что, начинаем голоса к резонатору крепить. Вот смотрите, здесь гвозди были, они были очень маленькие. Я вообще не знаю, для чего они здесь нужны, потому что они, в принципе, ни хрена не держали. Я вот взял винтики, вот эти костыли с тульского баяна. Сейчас буду здесь все засверливать и буду сажать, как положено, как на тульском баяне на костыли. И, кстати, забыл сказать, гвозди. Гвозди на голосах на баяне восток маленькие очень, очень маленькие. Но воск более жесткий такой, суховатый, канифоли больше, видать. Вот. А на тульском, наоборот, воск очень мягкий, но гвозди очень длинные. И голоса реально держатся на гвоздях. То на востоке, в принципе, они, ну, грубо говоря, на гвоздях, в общем-то, не держатся. Я гвозди буду пробивать, но буду гвозди пробивать от тульского. Они просто длиннее в эти же дырки, и оно будет нормально, короче. Потому что вот колотить от восток в эти дырки вообще бессмысленно, потому что это просто декорация. Ну, либо колотить сбоку надо, чтобы хотя бы какая-то придержка была. А так, по факту, просто гвозди, как сказать, для того, чтобы голоса прикрепить, а потом залить. Но я по другой технологии делаю, поэтому мне гвозди, в общем-то, не всегда нужны. Но если они есть, я их ставлю. Так, дорогие друзья, ну что-то у нас рождается. Вот решеточку я тоже сюда резанул. Я как-то резал из черного пластика на Баян Вологодский, по-моему. Что тут у нас? Клапаночки новые. Клавиатуру приподнял. Она у меня немножко подсела из-за того, что клапана с подкладочным материалом, и кожа немножко потолще здесь была. Здесь была вообще просто, я не знаю, очень тонкая. Я подровнял, в общем, сейчас все нажимается. А у нас здесь внутри мех лидерин целый. Я его весь вычистил, вымыл, даже точнее, вымыл весь лидерин. Все сделал под ложечки, сюда проклеил, все. Здесь получается, что у нас? Все голоса в этом Баяне абсолютно новые. Ну, то есть, они с другого Баяна, а тот Баян был очень-очень мало юзанный, скажем так. То есть, играли, наверное, немного, но он как-то развалился, пересох, короче. Залоги тоже в порядке, ну, часть, естественно, традиционно поменял. Вот эти, видите, рыженькие, да, типа итальянская кожа, это вот мои. Здесь вот часть оставил. В общем, сейчас самое главное, все это дело собрать. Сейчас самое главное, все это дело собрать и построить. Баян, получается, в чистом строе. Изначально он был с разливом, но сейчас он чистый строй. И я думаю, чистый строй оставлю. Я даже этот чистый строй сделаю почище. Ну, то есть, уберу тут разливные ноты, где-то подстрою, подгоню, подтяну. Вот, а может быть и весь настрою, не знаю, посмотрим. И получается очень приличный баян. Здесь вот уголки, получается, были трещины в целлюлоиде, он отваливался. Но мне пришлось, серого у меня не было, пришлось мне соединить белый с черным. Вот я так подбирал, подбирал, но более-менее, более-менее почти в цвет попал. И здесь была та же самая история, но здесь углубление вот осталось. Но я ее проклеил, сделал, ну, по крайней мере, намного приличнее выглядит. Вот, немножко так полирнул, короче, его, так, по-простецки. В конце еще отполирую его, уже когда доделаю. Сейчас какие-то будут все равно потертости всякие, минимальные. Вот, ну и вот такой баян у нас получается, Восток. Ну, в общем, впереди, по сути дела, настройка. Вот. Дорогие друзья, ну вот баянчик Восток готов. Ну, самое, что интересное здесь, это вот что, решеточка. Посмотрите, вот правая получается, вот, ну, левая осталась, а стандартная. Значит, что, что еще интересного сделал в этом баяне, то, что я не делал никогда. Заменил полностью все голоса. Ну, бывало, менял частично, там, басы, либо правые. Тут поменял абсолютно все, стоят с баяна тульской, мелодия тульской фабрики, вот такая мелодия. Ну, в общем, получился, по сути дела, такой баян, получается, ганинская гормонная фабрика с голосами от Тулы. А голоса, кстати, идентичные, по крайней мере, по размерам, по форме они очень похожи. Вот, ну, может быть, и оборудование одно и то же делало, а может быть, и на одной фабрике голоса эти изготавливались. Ну, получился такой прикольненький инструментик, симпатичный достаточно. Вот. КОНЕЦ 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 Так, что-нибудь медленное сыграть такое, чтобы нам такое сыграть. КОНЕЦ 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 Нормальный баянчик, такой крепкий середнячок. КОНЕЦ 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 Нормально, 8 тактов, 8 суда, отлично. Для такого компактного размера вполне. В общем, вот такой вот, ребята, баян получился. Прикольненький экспериментальный вариант. Решёточку, видите, сделал она пластиковая. Но смотрится как нержавейка. Нержавейки, к сожалению, я пока таких технологий не обладаю. Они очень, очень дорогие. Либо заказывать ходить на металлорезку. Пукли новые. Корпус полирнул тут дырки, заделал, трещины. Ну, короче, нормальный баян получился В общем, прикольный На таком баяне, вот, как бы Имея такой баян, допустим, я Больше не имею ничего, кроме вот такого баяна Я смогу спокойно на этом инструменте Кормить свою семью Круглый год, спокойно Причем будет есть хлеб с маслом И иногда, даже иногда С колбасой, по праздникам С красной икрой, вот, то есть имею такой баян Поэтому, если Какие-то претензии кому-то, допустим, скажут Что-то там не нравится в звуке Или еще в чем-то, спокойно В моих руках этот инструмент будет кормить Семью легко